Всем привет! С вами я, Виолетта, и в этом видео я хочу вам показать, что я раскрасила за месяц март. К сожалению, раскрашенных работ получилось немного, планы я свои не выполнила. И вообще, все раскраски, кроме одной, были по номерам, так как это мой любимый вид раскрасок. Они всегда помогают мне справиться со стрессом, и в первую очередь я раскрашу именно их, а потом уже, если остается время, то какие-то другие раскраски. Но, к сожалению, в этом месяце была вот только одна неномерная раскраска, поэтому, если вы не любите раскраски по номерам, то спасибо за просмотр этого видео. Раскрасочка «Я люблю бабочек». Здесь мы раскрасили одну работу вместе с Зоей. Эту иллюстрацию я раскрашила маркерами шарпи. И добавила на бабочек блестки из фикс-прайса. Это гель с блестками. Но они так довольно симпатично переливаются, в целом неплохо. Все, конечно же, просвечивает, потому что это маркеры, но здесь односторонняя иллюстрация, так что ничего страшного. Раскраска по номерам. Здесь у меня получился, ну, как бы разворот. В начале месяца я раскрасила вот эту девочку. И ближе к концу я раскрасила вот эту пустыню, саванну. Не знаю. Фломастеры абсолютно разные, что я здесь только не использовала. Вот в начале я обычно их тестирую, чтобы они не протекали. Вот. Но, в целом, вроде бы ничего так не просвечивает. Скорее всего, буду по одному развороту в месяц красить. Они здесь вроде бы несложные, за исключением картинок сезонных. Например, я видела, где-то там была... Вот, допустим, здесь, по-моему, Дед Мороз, новогодняя иллюстрация. Я его, скорее всего, отложу до декабря. Ну, и продолжу по порядку раскрашивать. Там есть еще где-то картинка ко дню рождения. Вот, хочу ее в апреле раскрасить. На видеопланах я, думаю, что отдельно сниму, покажу. Да. Раскрасочки от издательства Ашет. Серия маленькая арт-терапия. Раскраска про животных. Здесь у меня пчела, я так понимаю. Оса. Наверное, оса все-таки. Фломастеры тоже абсолютно разные. Просто вот, что по цветам подходило, то и использовала. Ну, в целом, довольно симпатично выглядит. Практически ничего не полосит. Мне очень нравятся крылья, как получились. То есть, здесь цвета подобраны прям очень хорошо. И эффект такой, как бы, прозрачности с небольшим таким оттеночком желтого. Ну, прям классно. Не знаю, мне кажется, очень хорошо получилось. Далее раскрасочка Тайны, по-моему, называется. Мы вместе с Зоей раскрасили вот эту девушку с обложки. Так. Я не понимаю, это я не раскрасила. Нет, это я раскрасила просто очень светлый оттенок вот здесь. Мне нравится, как получилась эта работа. В целом, довольно-таки симпатично. В следующем месяце, ну, получается, уже в этом у нас, по-моему, там детки. Мальчик с девочкой, если не ошибаюсь. Ну, надеюсь, что успею проскрашивать. И раскрасочка детеныша животных. В самом-самом начале месяца раскрашила. Я уже даже и забыла, что красила в марте вот этого ежонка. Ну, действительно, он такой милый, симпатичный, с грибочками. Вот, но здесь работа не очень реалистичная. Они такие довольно простоватые. Не самые красивые получаются, но всё равно. Раскрасочка Glorious Gardens. Сады, в общем-то. Здесь вот эта картинка. Я на 8 марта ездила в Петрозаводск. Брала с собой эту раскраску. Одну работу сделала. Фломастерами, по-моему, из фикс-прайса. Какой-то наборчик был. Ну, такая обычная иллюстрация. Ничего примечательного. Также в этом месяце внепланово решила раскрасить Colortronic. Мир животных. Вот у меня по порядку этому бегемот. На самом деле мне не очень нравится. Шарпи здесь полосят. Особенно вот семёрка. Это, наверное, самый заметный такой. И также ещё здесь были маркеры Touch. Нет, не Touch. Мазари. И самое главное, что я подкладывала лист бумаги. И у меня вот протекло здесь всё. Поэтому я хочу в этом месте раскрасить вот эту ящерку. И фон здесь будет чёрный. Акрилом, скорее всего, замажу, чтобы вот этих пятен не было видно. Вот здесь уже не видно. Ну, то есть даже вот сюда протекло. Причём это фломастеры как раз-таки Мазари. То есть они прям очень сильно протекли через толстый слой бумаги. Не знаю даже, как так получилось. Никогда такого не было. Но тут вот, видимо, они, может быть, належались. Потому что я очень давно не пользовалась такой плодокладкой. Всем пока. Так. Моя обожаемая, моя самая любимая серия. Это уже А4 раскрасочки Вот Ашет. Раскраска цветы. Я в планах показывала, что хочу сделать вот эту работу с девушкой. С букетиком. Как раз, ну, оля к 8 марта. И я сделала эту работу. Фломастеры Штедлер, по-моему. И аквамаркеры Сонет. Вот, может быть, было что-то ещё. Но я уже, честно говоря, не помню. Вот мне прям очень нравится, как получилось. Не знаю, я кайфую с этой серией. И вот эта раскраска мне тоже очень сильно нравится. Надеюсь, что будет время. И летом очень много её проскрашиваю. Хотелось бы прям так налечь. Следующая у нас раскрасочка это Дисней. Микки, Дональд и, в общем-то, другие. Здесь у меня по порядку должно было что-то идти. Вот, но я пропустила чёрно-белый разворот, потому что мне было неинтересно столько чёрно-белых картинок подряд раскрашивать. То есть, ну, скучновато, на самом деле. И у меня давно была раскрашена седьмая работа. Я решила уж закончить этот разворот. И раскрасила вот восьмую картинку. Здесь тоже, по-моему, Штедлер и аквамаркеры Сонет. Вот, в целом, мне кажется, довольно-таки симпатично. Мне нравится. И в целом, как выглядит законченный разворот тоже. Почему бы и нет. И моя любимая раскраска из номерных. Это плакаты. Вот здесь я раскрасила плакат с печеньем. Я так понимаю, называется Лу. Здесь расшифровка. Не буду сейчас читать, потому что французского я не знаю. И думаю, это будет ужасно. Очень много здесь тоже разных фломастеров было. В основном использовала аквамаркеры Мазари. И Штедлер фломастеры. Вот. Но были и другие всякие фирмы. Потому что цвета здесь довольно-таки сложные для подбора. И хочется выполнить все максимально правдоподобно, так скажем. Еще и с наименьшими всякими полосами и так далее. То есть мне нравится, как выглядит разворот. Прям классно. Мне кажется, минимально все полосит. И я прям вдохновляюсь этой раскраской. Мне хочется ее красить все больше и больше. Но она такая, она довольно сложная, трудоемкая. Вот эту картинку я раскрашивала довольно-таки долго. Ну да. Наверное, у меня на нее часа 2-3 ушло. Даже, может, больше. Может, около 4. И последняя работа, к сожалению, в этом месяце. Это цветовый квест-животное. От своего плана раскрашивать по одной картинке в квестах я пока не отступаю. И здесь мы с Зоей и Настей. Огромный вам привет, девочки. Раскрасили вместе такого... Ну, я так понимаю, это броненосец, наверное. У меня здесь в большей степени это фломастеры Лира. Вот. Ну и, по-моему, фабрика Столгрипп были. Вот. Ну, может быть, что-то еще из... Не, ну, по-моему, больше ничего такого не было. Вот. Ну, мне не очень нравятся цвета, которые здесь подобраны. Вот. Ну, как я раскрасила, мне нравится. В этом месяце будет очень интересная картинка с треугольниками. Здесь классные цвета. Прямо вдохновляющие. Но я, кстати, не помню, что там изображено. Вот. Но я не хочу подглядывать. Не люблю себе спойлерить. Поэтому узнаю уже, когда буду раскрашивать. Ну, а это было все. Такие вот у меня немногочисленные работы. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вам было интересно. Возможно, что-то понравилось, что-то не понравилось. Обязательно пишите свое мнение внизу в комментариях. Сколько вы работ раскрасили. Как много вы раскрашиваете в месяц раскрасок по номерам. Потому что у меня в этом месяце появились новые раскрасочки по номерам. Скоро я вам их покажу. И, мне кажется, в апреле у меня вообще все работы будут только по номерам. Ну, кто знает. Может, я вообще не буду раскрашивать. Посмотрим. Ну, это было все. С вами была Виолетта. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok